Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Анапе прошел спортивно-патриотический слет «Динамо детям России». Участковая больница села Юровка и амбулатория номер один станицы Анапской получили по новенькому автомобилю «Нива». Обоим учреждениям транспорт в дар передал депутат Госдумы Иван Демченко. Пополнение автопарка значительно облегчит труд врачей, которые следят за здоровьем тысяч жителей станицы Хуторов. От имени главы Анапы парламентария поблагодарила Людмилу Мурашова и подчеркнула, что с вновь избранным депутатом складываются плодотворные взаимоотношения, которые помогают решать сложные вопросы и не только в социальной сфере. Новенькая «Нива» во дворе амбулатории номер один. Медики говорят, что подарок подоспел вовремя. Скоро установится дождевая погода, а в зоне обслуживания, кроме самой станицы Анапской, с десяток хуторов, дачных кооперативов всего в Анапском сельском округе живет более 22 тысяч человек. В сельской местности плотность населения ниже, чем в городах, поэтому ежедневно немолодой автопарк амбулатории проезжал около 200 километров. Похожая ситуация – в третьей участковой больнице, расположенной в селе Юровка. Этой «Волге» 17 лет, поэтому такое пополнение было просто необходимо. Да, этой машины нам достаточно. Этот вопрос вообще остро стоял в нашем учреждении. Часто выходила из строя машина и была острая необходимость в оказании нетложной медицинской помощи. Врачу приходилось преодолевать многие расстояния пешком. Теперь с появлением этой машины, соответственно, все наши проблемы уйдут. Деньги на приобретение автомобилей выделил депутат Госдумы Иван Демченко. Об этом его попросили в ходе предвыборной кампании. Парламентарий заявил, что это только первый шаг. В планах помочь приобрести там, где это необходимо, аппараты ультразвуковой диагностики и другое оборудование. Надо будет посмотреть по больницам, чем нам дооборудовать. Понимаете, еще что дать, чтобы вы и врачи нормально работали наши. Бывает мелочи не хватает, а это стоит человеческой жизни. По словам заместителя главы Анапы Людмилы Мурашовой, развитию медицины в сельской местности в городе-курорте уделяется особое внимание. Анапа занимает первое место по количеству земских врачей. Строится кабинет врача общей практики в хуторе «Рассвет». По инициативе мэра в городе проводятся дни здоровья не только для взрослых, но и для детей. Практика показывает, что это нужно, и новые машины станут подспорьем в реализации городских программ. То, что сейчас происходит, Иван Иванович, наверное, это благодаря вот такому плодотворному сотрудничеству администрации, во главе, в первую очередь, Сергеева Сергея Павловича и вас, депутата Государственной Думы. И нам очень приятно говорить, что 22 сентября вы не просто депутат Государственной Думы, а вы наш депутат на сегодняшний день. И мы искренне вам благодарны за то, что вы приняли активное участие в социальной жизни нашего города. Все-таки ключевое слово – человек. По словам Ивана Демченко, он намерен содействовать нашему муниципалитету в решении вопросов газификации, строительства, ремонта дорог, оказания дальнейшей помощи медицинским учреждениям. Это не просто обещание. Сделаны конкретные шаги. Выделен первый из трех миллионов рублей на ремонт городской поликлиники. Вместе с тем парламентарий заявил, что совместная работа предстоит по многим системным вопросам, актуальным для города. Например, передачи пляжных территорий в ведении муниципалитета. В Анапе продолжаются дни здоровья, в рамках которых все желающие абсолютно бесплатно могут пройти диагностику своего организма. Очередной медицинский десант высадился в Приморском сельском округе. Жители села Цабанбалка, а также у хоторов Воскресенского и Красного поселка Пятихатки принимали узкие специалисты – терапевт, невролог, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, педиатр. Каждый посетитель мог измерить уровень артериального давления, сделать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, УЗИ и другие исследования. Всего было осмотрено 178 человек. Проведено 1136 консультаций, обследований и измерений. Впервые выявлены заболевания у 102 селян. Вся они направлены в лечебно-профилактические учреждения Анапы для дальнейшего обследования. Следующий день здоровья пройдет 29 октября в селе Гайкадзор. Анапский водоканал, выполняя поручения, идет на шаг впереди. Еще в сентябре специалисты завершили подготовку к зимнему периоду и теперь готовятся к летнему сезону 2017 года. Сейчас полным ходом идут работы по расширению водных коммуникаций и замене оборудования. Насосная станция третьего подъема 30 лет подряд исправно и стабильно снабжала всю Анапу водой. Это один из главных объектов, куда вода перекачивается из хранилищ и поддерживается необходимое давление в водной системе всего городского водопровода. За три десятка лет коммуникации исчерпали свой технологический ресурс. Задвижки практически не держали напор, остальные трубы с известковым налетом работали на пределе. Дало о себе знать и увеличение количества потребителей. Поэтому руководством водоканала было принято решение полностью заменить главные водные артерии города. Производится замена трубопровода из опорной арматуры. Происходит увеличение диаметра, за счет чего будет поступать большее количество воды. Если раньше две нитки старых водоводов с трудом давали городу чуть более 1700 кубометров в час, то теперь мощность и объемы поставляемой воды существенно увеличится. Пропускная способность составит около 2500 кубометров воды за 60 минут. Кроме этого, будут заменены все запорные задвижки. Руководство водоканала выполняет поручения главы Анапы и делает все возможное, чтобы обеспечить курорт необходимым количеством жизненно необходимого ресурса. В планах – замена оборудования и на других объектах водообеспечения. Самое основное – это заменить насосное оборудование на водозаборе. Очень дорогостоящие мероприятия. Если все получится, мы это сделаем. Все запланированные работы будут проходить строго по графику, согласованную с администрацией города-курорта. Впрочем, анапчане даже не заметят, что на закрытых объектах водоканала идут ремонтные работы. Зато по достоинству оценят стабильность подачи и качество воды в летнее время. Туристический объект высокого уровня, который станет центром притяжения для жителей и гостей Анапы, обещает создать инвесторы, выкупившие земли детского парка. Свои намерения развивать территорию свободной от розничной торговли и коммерческой застройки они подтвердили на рабочей встрече с заместителем главы курорта Яной Дуплякиной. Напомним, соглашение о создании детского развлекательного парка «Книга джунглей» подписано на сочинском инвестиционном форуме. Цена проекта – полтора миллиарда рублей. Своими планами представители компании «Атропарк-2005» поделились и с нашей съемочной группой. Мы рады, что это такая, мягко говоря, заброшенная территория. И мы надеемся, что в ближайшее время она превратится в такой достаточно серьезный детский парк. Да, мы планируем там некие небольшие такие сувенирные лавки какие-то там устраивать, потому что без этого парк все равно не может. Очень маленькие пункты общественного питания. Но основная задача – это, конечно, огромные аттракционы. Аттракционы сейчас уже изготавливаются по самым новейшим технологиям. И на следующий год это будет уже большое установленное, я так надеюсь, колесо обозрения. Оно сейчас уже делается. Но и аттракционы, мало того, что они будут по новейшим технологиям, это аттракционы мирового уровня будут установлены. То есть мы можем сказать с абсолютной гарантией, что таких аттракционов в Краснодарском крае нет, не будет. И, скорее всего, может быть, даже если мы привезем свой этот огромный, вообще большой аттракцион, то, наверное, это будет единственный в мире аттракцион. И мы, конечно, планируем, что этот парк станет в первую очередь неким таким туристическим объектом. Но поскольку мы понимаем, что мы живем и входим на Кубань, то мы планируем, сейчас работают дизайнеры на территории этого парка, мы, конечно, планируем какие-нибудь обязательно кубанские этноуголки. Без этого мы тоже не обойдемся. В первую очередь мы постараемся не тронуть ни одного там дерева. Это вот наша тоже задача – вписать все аттракционы в ту существующую территорию, которая есть. В Анапе завершился спортивно-патриотический слет «Динамо детям России», который проходил на базе Всероссийского детского центра «Смена». Его участниками стали около 300 детей из 26 регионов России. Программа слета включала в себя соревнования по стрельбе, дартсу, спортивному ориентированию, туристской технике, а также творческие конкурсы. В церемонии награждения принял участие бронзовый призер Олимпиады в Рио-2016 Денис Дмитриев, с которым ребятам удалось и пообщаться. Подробности в следующем репортаже. Участники слета «Динамо детям России» встретились с бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году по велоспорту Денисом Дмитриевым. Дети из разных регионов нашей страны, но при этом, что не может не радовать, это то, что они здесь все подружились. И я надеюсь, что эта дружба будет даже на расстоянии, когда они разъедутся по домам и, может быть, через год встретятся снова или не снова. Но пусть дружат. И вот говорю, у меня первое впечатление о том, что вот здесь вот такое прям братство. На конференции мальчишки и девчонки задали вопросы спортсмену. В каком возрасте пришли к спорту? О чем думаете перед стартом? Как справляетесь с волнением перед соревнованиями? Какие эмоции были после победы? Спортсмен отвечает, что сначала было грустно, потому что знал, что способен на большее. Затем понял, что опередил множество спортсменов из других стран и стал гордиться своей победой. Ну потом, естественно, мне устроили очень теплый прием, когда мы приехали, и родственники, и друзья. Было очень приятно. Это просто взрыв у тебя внутри, взрыв омолти, потому что ты как бы недавно смотрел у всех спортсменов по телевизору. И сейчас ты приехал на сцену Динамо, и тебе устроили ударок, такой сюрприз. Если пригласили спортсмена, можно с ним прикоснуться к великому, с ним поразговаривать, задать вопросы, которые тебя интересуют. Это очень интересно, замечательно. Встреча прошла в два этапа. Спортсмен наградил победителей слета. Участие в награждении приняли президент Федерации детского гольфа Марина Валевская и начальник отдела социально ориентированной политики в области детства Наталья Иноземцева. Абсолютным чемпионом в игре в гольф стала команда Следственного комитета Российской Федерации «Город Ставрополь». Данила Кусакин получил звание самого лучшего игрока в гольф этого слета. Наградили руководителей делегаций. Кубок слета получили несколько команд. Третье место заняли Республика Татарстан и Смоленск. Второе место разделили Краснодарский край, Идмурстская республика и Челябинск. Победителями стала команда Следственного комитета Российской Федерации «Город Ставрополь». Наша команда заняла первое место по футболу, второе место по футболу, третье место по строевой подготовке, первое место по стрельгаме. Огромное количество новых эмоций, новых друзей, очень много соревнований, интересных мероприятий. Все было очень хорошо. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.